Перемирие это не мир. Так заявила первая леди Украины Елена Зеленская, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там она представила украинскую формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским. Это 10 пунктов, касающиеся ядерной безопасности, территориальной целостности Украины, а также возвращения всех военнопленных и депортированных. Зеленская отметила, что реализация этого плана одна из главных задач Украины, но Россия не настроена на мирное решение. Несмотря на публичную демонстрацию стремления к переговорам, страна-агрессор продолжает обстреливать мирные города, в то время как Украина делает реальные шаги к обеспечению мира не только в своей стране. Подробнее в сюжете. Украина планирует провести саммит мира в штаб-квартире ООН 24 февраля, годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину. С такой инициативой ранее выступил президент Владимир Зеленский. А еще раньше, в ноябре 2022-го, Зеленский, выступая перед G20, озвучил украинскую формулу мира. Она включает ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, выполнение устава ООН, вывод российских войск и прекращение боевых действий. Это формула, которая принесет безопасность не только Украине, но и всему миру. Мы готовим уже этой зимой специальный саммит. Саммит ради мира. Для нашей страны и для любого другого народа, который может испытать такую же агрессию, такой же террор, который Россия принесла на нашу землю. Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности, глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле, всем нашим людям. И то, что будет служить гарантией свободы и безопасности другим народам. Украинскую формулу мира поддерживают и в Европе. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа всегда будет на стороне Киева. Украина уже получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, а страны-партнеры поддерживают оружие. Европейский союз будет продолжать делать все, что в его силах, чтобы поддержать мужественный народ Украины. Мы продолжаем оказывать давление на Кремль с помощью жестких санкций, столько, сколько потребуется. Мы распространим эти санкции на тех, кто вооружениями поддерживает Россию. Официальная Москва постоянно пытается обвинить Киев в якобы отсутствии желания установить мир. При этом именно Россия продолжает наращивать войска и обстреливать мирные украинские города. Мы видим продолжение мобилизации, она не заканчивается на России, она продолжается дальше. Мы видим усиление присутствия российских войск на временно оккупированных территориях. Мы видим, что там строятся фортификационные сооружения. Мы видим, что экономика России переводится на военные рельсы, по большому счету. И мы видим, что они собирают войска для того, чтобы попробовать уже, наверное, в новом 2023 году переломить ситуацию на фронтах. Украина же никогда не отказывалась от мирных переговоров. Это неоднократно подчеркивали в офисе президента. Но для их начала российские войска должны покинуть украинские территории. И страны-партнеры поддерживают позицию Киева. Если вы посмотрите на те заявления, которые были сделаны разными российскими чиновниками, то они все начинаются одинаково. Что Россия оставляет за собой все территории, которые аннексировала. Но это неприемлемо в соответствии с уставом ООН, который не позволяет силовой захват территорий. Эту войну можно легко остановить. Россия ее начала, и Россия может ее быстро закончить. Просто остановив атаку, оккупацию. И это то, что она обязана сделать. С нами на связи Игорь Петренко, доктор политических наук. Игорь, приветствуем вас в нашем эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую вас. Да, очень рада видеть на самом деле. И я бы хотела как раз вот с этих слов, о которых мы сейчас услышали в финале, на самом деле все было бы просто. Эту войну можно легко остановить. Россия ее начала, Россия может быстро ее закончить. Просто остановив атаку, оккупацию. Это то, что она обязана сделать. Правильные слова, хорошие слова. Но, как по мне, наверное, не совсем реалистичные в действии. Хотя, возможно, я и сомневаюсь. Как вы считаете, насколько это реально? На сегодняшний день пока не реалистично. Тут нужно понимать просто, что цена продолжения агрессии для Путина, она ниже ли уступки, на которые он бы мог пойти. Поэтому наша главная задача Украины, как страны, объекта этой агрессии и наших партнеров, которые нас поддерживают, это постоянно увеличивать цену продолжения агрессии для Путина до тех пор, пока ему это просто станет невыгодно. На сегодняшний день, да, мы задействовали очень значительные инструментарии. Это и санкционное давление, это и военная помощь Украине, это и активные, успешные, скажем, военные операции Украины по освобождению своих территорий. Но, как видим, пока этого недостаточно. Поэтому потенциал нужно наращивать, интенсивность нужно наращивать по всем направлениям, в том числе и оружие, и в том числе давление на Российскую Федерацию во всех возможных институциях. Несмотря на то, что мы часто критикуем, где они работают, но здесь нельзя останавливаться. Поскольку, опять же, все эти средства, которые мы применяем, они же имеют какую-то цель, правильно? Ну, там, санкции, поставка оружия и так далее. Вот самая главная цель – это остановить агрессию. То есть, если мы этого не достигаем, это означает, что нужно увеличить количество, скажем, усилий для того, чтобы мы приблизили это время, когда Путину станет невыгодно воевать в Украине. Игорь, вы знаете, вот мы сейчас на экране видим… Можно еще раз вернуть на экране? Да, мы видим просто коротко по пунктам, что представляет из себя формула мира президента Зеленского. Есть расшифровка каждого пункта более детально. Успеем, не успеем, может быть, сейчас пройдемся по нему коротко, но я хотела бы общий вопрос задать. Вот эта вот формула сейчас пока что как предложение. Как вы думаете, она должна вылиться, может ли вылиться в конкретный документ? Не хочется, конечно, говорить на подобие минских договоренностей, но просто так оно привычнее для восприятия нашего. Мы понимаем хотя бы, что это такое, да? Как эти пункты должны быть изображены один за другим, что первично, а что вторично? И возможно ли, зафиксировав это как документ, еще и ту ошибку исправить, которая не была учтена в минских договоренностях за нарушение этих пунктов, чтобы была какая-то конкретная ответственность? Как вы видите это на юридическом смысле? Ну, смотрите, в принципе, такой документ существует. Это Киев Секьюрити Компакт, который в свое время был представлен украинской стороной. По-моему, даже колонку я писал об этом. Это как бы в развитии, оно все между собой отпрыгнуется. Если так говорить, то наша главная задача – это как раз, да, не допустить Минска-3, но с другой стороны иметь конкретные гарантии. Гарантии, скажем, безопасности, гарантии наказания за нарушение. Вот, поэтому эти 10 пунктов, у них есть сильная сторона, ну, и много сильных сторон. Но первая сильная сторона, вот мы говорим о войне России в этом контексте. То есть вот первые начальные пункты, они в том, это удовольствие безопасности, да, это там экологическая безопасность, энергетическая безопасность. Это то, что касается не только Украины, ядерной безопасности, да, там, вот. Это все эти угрозы, которые создает на сегодняшний день Российская Федерация не только для Украины, но и для значительной части стран, как минимум, это восточные Европы, а так, если смотреть географию, очень широкая. Продолжительный кризис касается, в первую очередь, африканских, азиатских стран. И, ну, это не шутки, да, это действительно большая проблема, с которой столкнулись порядка 10 миллионов людей или даже больше. Вот, поэтому это общие контексты и это следствие тех действий, которые делает Российская Федерация непосредственно на сам Путин. И самый важный еще тоже вот момент, почему вот эти 10 пунктов важны, да, почему важно было предложение Зеленского, если помните, вот еще это было где-то на второй или третий месяц, на второй, наверное, был United for Peace, да, клуб такой, объединение вот стран, скажем, да, которые будут готовы занимать противную позицию, это в течение 24-х часов принимать рад действий для того, чтобы сделать невозможную ту агрессию, которую сделала Российская Федерация против Украины. Нам важно сейчас создавать прецеденты, то есть система мировой безопасности, она не работает. и мы ее сейчас не соберем. То есть здесь важно создавать новые формулы, искать их, создавать, коммуницировать, да, искать соответствующее согласие. И вот самый главный прецедент должен быть в том, чтобы Российская Федерация проиграла и чтобы вот эти вот договоренности, которые будут достигнуты по результатам этого противостояния, чтобы они стали вот этим вот прецедентом к построению новой системы безопасности. Если мы этого не сделаем, то в ближайшие там десятилетия у нас будут постоянные сплошные конфликты разных стран. Вот не получит наказание Путин за эту действию многие другие страны, не хочу сейчас их перечислять в эфире, да, но они подумают, ну окей, вот как бы Путин сделал, ну наказание не поднес, почему мы не можем это сделать, почему мы не можем там чего-то где-то аннексировать или решить какие-то споры с помощью оружия. Я думаю, что уже сейчас есть определенные моменты, когда такие страны там задумываются, а стоит ли, учитывая то, что в какой ситуации оказалась нелицеприятная Российская Федерация, мягко говоря, но этого недостаточно. Здесь должен быть прецедент, прецедент проигрыша и прецедент построения на основе этого проигрыша определенных договоренностей с разными участниками, с конкретными, вот вы абсолютно правильно сказали, вот с конкретным, скажем, наказанием, да, давайте так говорить уже, наказанием за невыполнение каких-то определенных, скажем, условий, да, эта санкция, да, как в юридической терминологии, вот она должна быть предусмотрена, это очень важно. И здесь тоже очень важная еще составляющая в том, что мы это предлагаем. Мы активны, мы не только говорим, там, просто дайте нам оружие, дайте ресурсы, там, а я накажите Российскую Федерацию, мы предлагаем варианты того, как мы можем вот выстроить систему безопасности, да, пускай сейчас там это не говорим о всем мире, да, но вот в вопросе, скажем, нашего региона, вот должна быть какая-то формула, которая должна работать. Вы говорите о гарантиях безопасности. В первую очередь открываем пятый пункт нашего предложения. И я вот его сейчас зачитаю. Выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины в рамках резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующего массива договорно-правовых документов. Возвращаемся к реальности. Видим, что продолжают свои речи толкать Небензя. Страна, признанная Европейским Союзом, страной-спонсором терроризма, продолжает быть участником, имеющим право вето, в организации объединенных наций. То есть, по сути, страна террорист. Но возвращаемся еще больше к реальности, что до сих пор не признана Соединенными Штатами. Вот буквально новость месячной давности. Госсекретарша Антонит Блинкен заявил, что в Конгрессе пытаются создать альтернативу признанию России страной-спонсором терроризма. То есть, они не могут даже вот эту формулу вывести, чтобы не нарушить, не дай бог, свои юридические нормы и чтобы никого не обидеть. Так, о каких остальных пунктах мы сейчас можем говорить, если даже элементарно то, что может дать гарантии и обязана давать гарантии безопасности нашей стране, не выполняется? Россия сидит в ООН, а спонсором терроризма, стороной террористом она так и не признана Соединенными Штатами. Да, ну безусловно, смотрите, мы тоже учитываем материальности, поэтому мы говорим о том, что это должен быть международный договор, в котором будут присоединяться конкретные страны и брать на себя соответствующие обязательства. То есть, вот эти страны, которые наши, скажем, партнеры, вот они будут принимать участие и брать на себя эти обязательства. Касательно ООН, мы тоже над этим работаем. Вы знаете, что господин Кулеба, наш министр иностранных дел, ну и до этого тоже еще говорилось. Мы сейчас работаем над тем, чтобы лишить полномочий Российскую Федерацию, как страну, которая, скажем, неправильным образом нарушение статута ООН получила соответствующие полномочия, в том числе в Радбезе ООН. То есть, мы здесь тоже в этом направлении стараемся работать. Что касается отдельного вопроса по статусу страны спонсора терроризма для Российской Федерации, здесь Штаты Америки, они учитывают, скажем, определенные интересы других союзников, поскольку, ну, давайте тоже себя не обманывать, но определенные кооперации со страны террористов, они все равно продолжают осуществляться на разных уровнях и так далее. А, скажем, получение России статуса, мы за это выступаем, это было бы правильно, но это были бы сложности и для некоторых европейских стран, и не только, даже азиатских. А, в свою очередь, Соединенные Штаты Америки, они должны были бы реагировать. И в том числе вводить определенные ограничения для компаний и для конкретных стран, которые бы продолжали кооперацию Российской Федерации, они, скорее всего, бы все равно это продолжали. Поэтому они немножко здесь на такой растяжке. Это, опять же, я их там ни в коем случае не оправдываю, потому что вы сказали, да, что эта страна как бы террорист, а сказали, а, говорите, б, действуйте. Но здесь просто нужно понимать, что политика — это очень прагматичная вещь, и то, что они как бы не делают, здесь есть определенные резоны. Во-первых, для них, да. А что же касается, ну, нас, опять же, это никакой образом все вот эти вот моменты, они не противоречат тем предложениям, которые мы выносим, и тем шагам, о которых мы говорим. Поскольку, опять же, мы их имплементируем в более широкую картину и выстраиваем таким образом, чтобы польза от них, да, или чтобы заинтересованность в этих решениях, она была для значительно больше стран, нежели, скажем, только для Украины или для наших самых ближних партнеров. А в этом будет залог успеха, поддержки этой инициативы на разных уровнях, в том числе и в момент, если это будет необходимо, там, принятие каких-то резолюций в ООН. Ну, это, безусловно, очень сложная и такая, ну, непростая с точки зрения разной политической конъюнктуры работа. С точки зрения непростоты, как выглядят еще два пункта, которые, на самом деле, все пункты здесь важны, действительно, радиационная, эко-безопасность и ядерная безопасность, но два очень важных пункта, это девятый и десятый. Девятый – это недопущение эскалации экстракции. Кстати, Игорь, вы уже немножечко начали об этом говорить, это договор «Киевс-Секьюрити-Компакт». Украина действительно нуждается в действенных гарантиях безопасности и подготовила проект договора, уже предложила его партнерам, это произошло еще в 2022 году. Ну и десятый пункт, наверное, действительно очень важный для самих украинцев – это фиксация окончания войны. Когда это все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, стороны должны подписать документы фиксации окончания войны. Сторонами тут, внимание, могут быть разные государства, готовые взять на себя лидерство, в том или ином решении. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, каждый из этих вызовов на пути к миру не может отнять много времени, максимум месяц на один пункт, а для некоторых достаточно и дней. Но вот недопущение эскалации, мы уже с вами действительно начали об этом говорить, но насколько этот договор, Киевский договор безопасности может стать реальным документом, это первый вопрос к вам. И мы немножечко разбирались, более детально по этому договору. Насколько я понимаю, что каждая страна может принимать решение, каким образом она будет юридически поддерживать Украину в этом вопросе и выступать гарантом. И должна определенно имплементировать этот договор у себя в стране и прописывать определенные пункты. Ну и плюс все-таки фиксация, давайте не забывать, что перемирие это не мир, это я сейчас напоминаю себе и зрителям в первую очередь, даже не так вам, Игорь, вы об этом и так знаете. Но и вот фиксация окончания войны. Разные страны должны подписать документы фиксации окончания войны. Я задам вам этот вопрос, а как же Российская Федерация? А смотрите, у нас есть определенный прецедент с зерновым соглашением. И так же, допрямую, допустим, Украину и Россия ничего не подписывали. То есть мы заключали свою часть договора с ООН и Турцией. И так же поступала Российская Федерация. Заключала соответствующий договор, брала на себя обязательности с ООН и Турцией. И таким образом это работало. Поэтому здесь тоже, возможно, такой разный вариант. Мы же должны прекрасно понимать, что отношения России с Украиной никогда не будут... Я понимаю, что слово даже язык не поворачивается. Дружески мы говорите. Но они явно будут с большим напряжением, недоверием. И опять же, мы должны понимать, что Российская Федерация в принципе от своего имперского угара долгое время не будет отказываться. Здесь нужно очень серьезное для них потрясение. Поэтому это всегда на нас будет фактор риска. Но с точки зрения создания вот этой вот цены, да, продолжения агрессии очень высокой, которая может стать для Путина, возможно даже поставить на край, скажем, существования его режима, его там безопасности, это в любом случае потолкнет Россию к определенным действиям. Даже если они там не захотят что-то с Украиной подписывать и так далее, то есть вот разные форматы, которые могут быть. И в любом случае им придется это сделать. В любом случае придется. Поскольку, ну опять же, вопрос личных гарантий безопасности, он все равно останется. А для того, чтобы их как-то там к чему-то получить, то значит тогда, ну вот, должна быть будет какая-то там подпись или еще что-то. Вот. Поэтому, хотя с другой стороны, смотрите, есть тоже разные примеры того, когда там страны и не подписывали ничего, вот, но достаточно адекватно, скажем, существуют в, скажем, в той реальности, которая есть и там забывают какие-то старые обиды. Это не про Украину и Россию, безусловно. Ну, я имею в виду к тому, что даже без подписания документа или там чего-то там с Российской Федерации мы сможем создать такие условия, когда просто новая агрессия, она будет невозможна, да, с точки зрения и ресурсной базы, с точки зрения и военных и так далее. И, кстати, вот важный еще очень момент, это то, что мы должны говорить о демилитаризации Российской Федерации, даже, хорошо, пускай не всей там страны, да, если там, но границ с Украиной, они должны быть демилитаризированы обязательно. Какое это будет занимать расстояние, там, 100 километров, 50 там или еще чего-то, но вот я думаю, что вот этих вот гарантиях безопасности было бы хорошо четко бы прописать, вот, невозможности, да, или разрешения размещать военные объекты для Российской Федерации, да, для того, чтобы просто сделать невозможно. Ну, кстати, издуть еще вопрос Белоруссии тоже. Привет Александру Григорьевичу. Вот, но я думаю, что это отдельная история, здесь там уже будем с трибуналом, с ними разбираться, но вот вопрос демилитаризации границы с Украиной со стороны Российской Федерации, это тоже важная часть вот этих вот гарантий безопасности будет. Игорь, огромная благодарность за разбор формулы мира в нашем эфире, еще ряд вопросов остается, но у нас есть впереди часы наших эфиров, где мы обязательно будем обсуждать эту тему, тему очень важную. Игорь Петренко, доктор политических наук, был с нами на связи. Игорь Негода. Продолжение следует...